я думаю что уже можно начинать и более-менее кто захотел скорее пришел вот всем привет меня зовут артем мы я буду вашим преподавателем и лектором и буду провести также семинары в этом семестре этот курс был сделан совместно deep learning school откуда я и пришел откуда буду также читать также тут участвовал тинькофф и катарист то есть мы будем много что обсуждать том как реализовать различные вещи связанные с теперь он именно в самом катаристе и получается что вот собственно поэтому и находимся пару слов по поводу того на кого мы рассчитывали делать этот курс как мы знаем то что скорее всего находятся самые разные люди то есть это могут быть люди которые уже есть большой опыт или преминги которые знают очень много про очень специфичные темы точно так же как и есть люди которые слегка знакомы с питом это будет скресси достаточно большая такая вариация людей но в среднем мы ожидаем что человек который знает питом который знает научный питом который знаком с основной машина обучения и что-то слышал про нейронные сети вот у меня вопрос мы это совпали от ожидания активность тут люди или нет если вы знаете чем я бы сказал машина обучения питом и даже нейронные сети в принципе все делали ну есть такое ожидание что потом после этого курса вы вас будет достаточно больше практики в глубоком учении и что вообще у нас как бы по плану в этом курсе у нас будет небольшое интро потому что как я уже сказал мы думали что у нас какое-то большое количество людей которые могут даже не знакомы быть с питоном и мы таким образом познакомимся и с глубокими сетями и с торчем дальше у нас будет достаточно большая часть связанная с компьютерным зрением применение нервных сетей для решения задач компьютерного зрения но также туда будут включены темы как metric learning как генеративные модели и так и и и прочее для на языковых моделях то есть начало мидж про ссинга у нас будет тоже где-то примерно три занятия это будет так основы так это что сейчас популярные молодежные современные трансформеры ну и также поговорим про более специфичные темы которые действительно помогают помочь в решении задач как domain adaptation и мультистаскинг небольшая часть будет посвящена рекомендательным системам применение reinforcement learning для решения задачи рекомендательных систем это будет на пару занятий и это будет если про reinforcement learning мы слегка затронем эту тему она требует гораздо более глубокого понимания и гораздо более глубокого надо гораздо больше больше времени потратить чтобы узнать ее полностью также будут пара занятий про различные инженерные и не только вещи которые помогают ускорить обучение сети уменьшить модели это что можно было запускать на смартфонах и и тому подобное домашки у нас будет примерно 6 домашек плюс одна работа это будет чуть больше больше похоже на проект у нас будет каждая работа будет стоить где-то примерно 10 баллов и дедлайн для каждой домашки это будет две недели вы должны быть через две недели уже ее сдать сдавать все это будете степи к ссылку на нее на то куда вы будете сдавать я отправлю вам слаг вот и система оценивания то какую оценку получите вы скорее всего узнаете сам конце потому что то что вы среди так как у нас бы статистика но как считаю будет достаточно честным я вот такую систему что когда для того чтобы получить доволу то вы должны сдать хотя бы три работы то есть получить за них положительные то есть не нулевые баллы за 4 хор вы должны получать сдать 4 4 домашки и за отдых должны сдать 6 работ то есть это имеется ввиду такое вот ограничение каком смысле если вы сдали две работы получили 18 баллов и оказалось то что 18 баллов вроде как достаточно для сдачи работы то вы не сможете вы не получите зачет по этому курсу просто потому что вы сдали только две работы а для получения хотя бы удобно надо сдать 3 работ я думаю что это более-менее понятная система если сейчас есть какие-то по ней вопросы задавайте точно так же как и пару контактов потому что если все таки все зашли слаг то это очень круто если все таки нет то пожалуйста зайдите в него никита скидывал куда-то все эти ссылки как можно зайти и ведите наш канал и если у вас есть какие-то вопросы еще до того как вы дошли в слаг то можете написать мне в telegram но я вас все равно буду перекидывать слаг там будет решаться все основные вопросы как и в чатике так как в чате так есть какие-то вопросы по организационным моментам скажите что нет вопросов напишите в чат что нет вопроса пока пока вопросов нет отлично супер если у вас уже нет вопросов то мы перейдем уже больше содержать на какой-то части ну и все-таки больше стеклина сегодня как бы пройдет небольшой интро это будет я думаю что для некоторых а можно даже для многих немного скучная вещь но просто поговорим о том что вообще такая нейронная сеть как она создается первое что мы можем сказать что нейрон откуда еще предникла идея когда можно вопрос нормально на презентации еще ничего не происходит сейчас а что именно не 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 ну ничего первый слайд уже разговор был типа и пара план который на втором вот я думаю так надо и вы только вот это видите да вот да да запущен как же так как же так надо так ладно это все-то говорил же вот план вот теперь вы должны уже это видеть теперь вот так вот сейчас план теперь видите вот теперь да да ну ладно вот план вот про систему оценивания если что ссылки на кстати ссылки надо все это скинуть но это будет скорее всего я делаю время прерыва я вам скину ссылку как на презентации так и на семинарский ноутбук вот и вот типа вот уже про нейрон вот так вас по вот этим всем частям нету ни у кого 5 вопросов ожидаю 5 секунд 5 секунд уже прошло можно говорить дальше все начинаем все-таки какие-то основы говорим про сам нейрон вот что вообще как еще дошли до нейронов 50-х годах пытались придумывать различные системы того как можно делать какой-то искусственный интеллект и куда еще можно обращаться к получению искусственных интеллекта как не к самим живой природе системам и то что для природы придумала нейроны которые управляют всеми от людей до от маленьких уков либо червей до людей и решили представить такую же систему как у нас есть биологический нейрон вот этот нейрон у нас представляет из себя что у него есть какие-то входы дендриты которые которые получают сигналы с внешнего мира электрические сигналы других нейронов как обычно эти сигналы суммируются в центральной клетке соми которая смотрит на то является ли полученный сигнал достаточным что проведи его дальше по аксону и аксон такой выход этого нашего нейрона который передает его дальше по системе если мы начнем говорить про то как это можно писать математически то это можно писать так что у нас есть какое-то входы x которые мы умножаем на различные веса потому что различные связи могут быть различными весами также мы складываем все эти наши значения и применяем обычную ступенчатую функцию будем смотреть на то проходит наш сигнал или нет а для того чтобы смотреть то как будем мы двигать наш сигнал будем доволять какой-то еще одно константный вес bias как обычно говорят к нашему значению такая штука если ее делать в таком бинарном виде то есть нас в ходы подается сигнал или нет в нашу систему как казалось может даже решить любые задачи она может решить она может представлять любую любую бинарную функцию и но для того чтобы понять какую функцию надо представлять и придумали такой алгоритм обучения что если подача сигнала куда-то дало положительный результат то тогда вес на него надо добавлять надо добавлять на него вес к единице если нет то отнимать эту единицу и так они продолжаем пока не обучилась не обучилась также можно делать конечно все это с помощью эволюционного алгоритма который тоже может дать хорошие результаты если достаточно долго подождать но так как мы примерно представляем нашу модель нейрона мы можем попробовать и сделать с помощью математики именно если описать то что делает наш нейрон то он принимает на вход какой-то вектор который мы умножаем на другой вектор скалярно добавляем к этому значению какое-либо число тоже действительно и используем тогда степ функция но можно например использовать не ступенчатую функцию а сегмоиду сегмоид достаточно хорошая функция потому что она дифференцируема а раз мы у нас получили такую хорошую дифференцированную функцию значит мы можем использовать различные алгоритмы для поиска правил с помощью градиентных методов для того чтобы это все сделать нам надо определить нашу целевую функцию если мы рассматриваем наш бинарный вариант есть два пути можно взять обычные среднее квадратичное значение которое просто будет сравнивать по квадратам то как это все проходит либо можно взять более точные более понятные более то что более понятное но гораздо лучшее и проще получаемая вещь как кросс-энтропия она вот деца из получения того оценки для бинарных да но она получает и она дает нам ее лучше использовать для того чтобы оценивать стоп как наша как перцепрон решает нашу задачу вот как вообще получается работают эти все градиентные алгоритмы мы обновляем наши веса в зависимости от того как наша церковь функция не влияет на наш на градиент то есть мы не ходим по антиградиенту также мы ходим с каким-то определенным шагом на learning rate как это принято говорить или где как это означает обычно в работах это это вот и обучив таким образом алгоритм мы вроде как можем решить достаточно много результат с помощью одного перцептрона как я думаю как думали ученые когда впервые открыли перцептрон но они относились на одну такую вот проблему что есть достаточно простая задача то что мы должны просто понять как разделять нашу плоскость то есть у нас есть плоскость r2 мы хотим и мы разделяем таким образом что если у нас произведение координат x и y положительное то это будет единица а если ответственное то ноль если посмотреть внимательно на то что у нас является наш перцептрон то мы увидим что он просто делает на на просто прямую которая разделяет нашу поверхность на две части и как бы вы не старались здесь разделить эту нашу прямую поставить нашу прямую не получится такого же разделения чтобы можно было решить эту задачу какая либо часть нашей плоскости она будет считать неправильно и будет достаточно большая ее часть но что это значит то что одним перцептроном мы можем не обойтись значит мы должны как-то его улучшить и увеличить а как мы можем увеличивать такую вещь для решения про тот же самый XOR возможно мы могли бы добавить еще несколько перцепционов и использовать уже их ответы для того чтобы создать какой-то ансамбль моделей и если мы создаем уже ансамбль наших моделей то мы можем тогда взять вместо каких-то уже вместо какого-то там среднего и все остальное просто взять тот же сам перцептрон вместо входов уже которые мы получаем и внешнего мира отправить ему входы на вход выводы предыдущего слоя и пускай он уже будет решать нашу задачу и ура мы дошли до глубочих сетей таким вот образом но тогда у нас возникают различные интересные вещи ну во-первых как мы опишем нашу задачу теперь математически чтобы можно было как-то обучать теперь у нас точно так же остается наше значение x of наши входы который опять будет просто небольшим вектором у нас просто теперь есть фиктора и матрицы и гладкие функции гладкие функции мы хотим чтобы проще и легко считалось градиентами для первого входа мы получаем какой-то одно значение y1 и с помощью произведения x of на эту матрицу и сложения с векторами а также мы потом продолжаем пускать его вывод на следующий слой и так делаем уже до конца вот какие вообще мы можем ставить наши функции эти функции могут быть с одной стороны кажется что любыми гладкими так вот что вы думаете есть какое-то ограничение на нашу функцию for from за которого мы какое вообще есть ограничение на функции for from функция активации ну если посмотреть просто на это он самым функция что она делает что мы cohort мы хотим получить ensemble моделей то есть если мы хотим получить ensemble модели мы хотим чтобы у нас не было чтобы они были у нас независимыми, да. Нелинейные, наверное. Да, да. У нас должно быть все это быть нелинейным. Вот, потому что если у нас будут функции линейные, то это означает, что в самом конце, самый последний наш слой, мы можем его расписать и раскрыть таким образом, что он будет, вся наша сеть и она будет представить в себя один слой. Если мы распишем сейчас y и минус первое, то точно так же будет какая-то линейная функция f, которая, если просто случай, когда уже будет когда уже будет тут вот x, если мы подставим, я даже могу, скорее всего, как-то расписать. То есть нет, я лучше что-то не буду делать. Ну и мы получим, что у нас просто будет как бы, так сказать, xv1v2, а v1v2 – это у нас матрица произведения матриц, все равно будет являться матрицей, и плюс на какой-то вектор p, который получит также произведение матрицы v на вектора b и сложение с каким-то вектором. То есть мы опять получаем один слой. Поэтому нам требуется нелинейность нашей функции и всевозможный вообще набор функций, которые мы можем добавить. Это достаточно большой. Ну, во-первых, есть традиционные традиционные и нетрадиционные активации. Первый из них – это то, что мы уже говорили, как сегмоидом, то, что у нас является нашей ступенчатой функцией или гиперполический сангенс, который просто является такой же сегмоидом, просто расширенный на другую же отминственного до одного. Они применялись раньше, потому что они лучше представляли, что происходит в природе, когда они либо есть сигнал, либо его нету. Но при этом они обладают одним очень плохим вещью, что когда мы подходим ближе к единице, то градиент от них все меньше и меньше. И это значит, что если мы делаем уже достаточно глубокую сеть, в которой функция активации является сегмоидой, то обучать ее становится все сложнее и дольше. Поэтому хотелось бы как-то применять какую-то линейность нашей функции. Но, как я уже говорил, линейную функцию мы не можем использовать, но принимать то, что если у нас не доходит до нашего сигнала, то отправлять все это какой-то ноль. Тогда просто решили сделать другую функцию rectified linear unit relu, которую сейчас повсеместно везде используют. Это просто такая часть, что есть у нас линейная часть, которая просто превращает свое значение x в x, если оно U-S положительным, либо оно выдает ноль, когда у нас оно меньше нуля. С другой стороны, это вроде как кажется, что оно не дифференцируемо об одной точке, но для обучения с помощью грейнерных методов это оказывается не такой же сложной. Эта особенность является не такой же значительной, и все равно в модели хорошо учатся. Некоторые задачи можно использовать или кириллу, это когда мы умножаем на какое-то небольшое значение альфа. Наше значение и то есть в ответственной части у нас будет различный угол наклона. И так что мы будем нашу сетку, наш слой, мы будем его пинать за то, что он делает неправильные нам предсказания. Иногда также применяют различные гладкие представления RLU, это Exponential Linear Unit, его применяли в статье для того, чтобы можно было лучше стабилизировать работу нейросеток. Точно так же, как есть JLU, это применяют в моделях трансформеров, которые сейчас много где применяются для решения задачи обработки естественного языка. И вот собственно это то, что мы можем сказать про функцию активации. И теперь перейдем к другой немного части, про то, как вообще обучать нейросетку, которая является глубокой. Потому что когда мы обучали нашу модель достаточно простую, мы достаточно легко могли посчитать эту производную, просто она была как бы в первой нашей системе. Но, как мы знаем, есть специальное правило, его называют ChainRule, или просто правило дифференцирования того, что мы можем просто сделать, смотреть наше цель функции и просто раскрыть его немного другим образом, потому что, например, как в примере V5, у нас этот V5, он нас влияет на вывод O1, от которого мы можем сомнеть производную и умножить производную уже на O1, на увеличение от V5. Давайте-ка посмотрим на другой пример, чуть более глубже, который находится в V1, и попробуем его как-то расписать. И если вы его полностью распишите, то, как тут написано на слайде, мы заметим, что все, что нам требуется, это просто получать производный с нашего следующего слоя и каким-то определенным образом их умножать либо складывать так, чтобы получить производную на нужном нам юните. Это называется алгоритм backpropagation, backpropagation, потому что когда мы пускаем наш input x из начала в конец, то backpropagation мы берем то, что наши производные в самом конце и пускаем их все дальше и дальше в начало, и получив эти все производные, мы начинаем уже обновлять все наши веса с помощью градиентного распуска. И у нас достаточно такая с одной стороны быстрая лекция, которая очень такая быстрая лекция на сегодня. У нас будет достаточно долгий семинар, достаточно болезненный, как по мне. Есть ли у вас сейчас какие-то вопросы по текущей части? Я думаю, что у вас не будет никаких вопросов сейчас. Скажите, что нет вопросов, что-то еще? Вопросов нет. Отлично. Тогда для того, чтобы как-то вообще как мы можем обучать нашу чатку, какие у нас есть проблемы с агренировным спуском, точнее, проблем пока что еще как бы нет. Но если у нас будут те же самые изображения, тексты, все что угодно, то мы заметим то, что все вещи, все наши объекты, они у нас могут даже не поместиться в память. Тогда мы можем выбрать два разных способа. Это называть бэтч gradient descent, то есть когда мы собираем все наши выходы в бачи и проводя каждый раз сеть наши новые бачи, получив какой-то их средний gradient и пускать именно этот gradient в сетку. Либо мы можем каждый раз из нашего датасета выбирать каждый раз новые объекты, использовать для того, чтобы посчитать на них градиент и уже использовать каждый раз под множество объектов для подсчета производных. Это называется стокхастический градиентный спуск. Стокхастический градиентный спуск работает гораздо лучше, бачовый, как показалось на практике, но он все-таки имеет небольшую правило в том, что каждый раз, когда вы идете по градиенту, то вы столкнетесь с такой проблемой, что вы будете каждый раз уходить немного в сторону от того, как будет проходить спуск, это можно конечно же улучшать с помощью learning рейта, то есть можно делать достаточно маленькие, чтобы шаги были маленькие, они постепенно доходили до локального минимума, то, что мы хотим сделать для нервности идти до локального минимума, но на практике это будет достаточно долго, если будет достаточно маленький learning рейт, но и поэтому хочется как-то выстроить, и то, как это можно сделать, мы сегодня тоже поговорим, это будет, если вы не очень хорошо воспринимаете речь, и вы хотите про это прочитать, то есть замечательная статья, которая ссылка будет внизу этого слайда, но что вообще какие существуют различные методы оптимизации. Первое, что можно сделать, это использовать моментом, это просто мы перед тем, как вместо того, чтобы сразу кидать, обновлять наш с помощью градиента, мы будем его слегка обновлять с каждым новым шагом, то, на что мы будем вмешать, в данном случае это бета, которое мы постепенно с помощью среднего уменьшаем, тогда мы получаем наш новый песс. И как это можно сделать? И как мы видим, то, что обычно тут есть такой пример на основе того, что мы вглаживаем наш путь для локального оптимума, и доходим к нему. Это первый подход, который можно применить для того, чтобы улучшить статистический граниентный спуск. Но что еще можно сделать, это сделать его адаптивным. Что это значит? Когда мы хотим дойти, когда мы уже доходим до нашего локального минимума, сделав наш леарнер достаточно большим, мы можем уже начать уходить с нашего локального минимума достаточно далеко. И таким образом никогда не сойтись до какого-то хорошего качества. Поэтому хочется, когда мы доходим до уже локального минимума, начать его уменьшать. И для этого может придумать алгоритм Adagrad, который позволяет, его идея заключается в том, что мы будем уменьшать наш леарнер постепенно по времени, и это мы будем делать не как, можно это придумать, просто по времени уменьшать от единицы до нуля, а также просто складывая то, какие у нас получаются нормы градиентов на каждом новом шаге, и уже их уменьшать. Вот. Это идея оказалась интересная, но у нас выходит так, что мы то, какой у нас сейчас шаг, у нас начинают влиять достаточно первые градиенты, которые могут быть очень-очень большими, и когда уже мы подходим сами по себе к локальному минимуму, наши градиенты уже становятся достаточно маленькими. Поэтому нам мы хотим все-таки смотреть на несколько последних наших градиентов, и для этого мы сделаем точно так же, как с предыдущим методом, будем менять метод скользящей средники. Это уже алгоритм Hermos Проб. Он позволяет, он выключается в том, что вместо того, чтобы просто складывать, мы точно так же, как и в любом скользящей среднице, умножаем на какое-то значение от 0 до единицы предыдущее и текущее значение, и уже будем использовать его, уменьшать наш градиент, уменьшать наш градиент, на новое значение. Также у нас есть epsilon, его обычно наблюдают просто потому, что если у нас не так, но норма снова нулем, чтобы у нас не было каких-то странных стиль в галлоритм, потому что если у нас что-то будет очень близкое к нулю, то наш градиент будет очень-очень большим, и у нас все равно ничего не... Мы хотели сделать одно, уменьшать лиленок при подходе, а выходит так, что мы наоборот его начинаем все больше и делаем все больше и больше при подходе к нашему минимуму, и он уходит у нас, все-таки опять нас не будет учиться. Эти два подхода очень интересные, очень крутые, но для того, чтобы их применить, и их можно даже объединить. Для их объединить у меня был придуман алгоритм Адам, он это как раз с кусок из статьи, и его описание вообще его алгоритма. Как раз-таки он и работает в том случае, что у нас есть и первый, и второй момент наш клиентов, то есть у нас первый момент шел из вообще понятия моментума, с помощью которого мы ограничивали наш проход по овалу, как это было в примере, а с помощью второго момента мы ограничиваем его норму, чтобы уменьшать learning rate. Также тут есть небольшая вещь, которая называется, что мы пытаемся корректировать эти два значения моментом с помощью гиперпараметров бета1 и бета2 умножить на т. И это просто дает нам более правильную картину того, что должно происходить, и использовать уже все эти значения, мы обновляем все наши параметры. адам это не является такой уже новой вещью, это с другой стороны придумано совсем недавно по сравнению с некоторыми другими вещами в компьютерных сетях, в нейронных сетях. Но что самого прикольного и интересного было сделано совсем недавно, это логарифм rectified radam это Vukahed алгоритм или новоград. Они были сделаны разными людьми. Если radam базируется на попытке подсчета какой-либо статист и то, что когда вы обучаете нейросеть на первых шагах, то у вас могут происходить небольшие странности с клиентом, он может быть слишком не подходящий для того, чтобы обновлять параметры. radam пытается это как-то учитывать Vukahed алгоритм реализован тоже достаточно интересно, и если вы хотите как-то прочитать снасоцетно, то советую найти их статьи и узнать. Их можно применять, потому что они точно так же как ускоряют обучение, они позволяют получать более стабильные результаты. А вот алгоритм Novograd был придуман как раз для NVIDIA, если правильно помню, его не применяют для обучения своих нерсетей, например, для распознавания речи QuartzNet они используют аваритм Novograd для их обучения, потому что он позволяет обучать такие большие сложные сети на такую задачу. Если у вас сейчас какие-то вопросы по теме лекции, понимаю, что она вышла немного как-то так сумбурно и крайне быстро по всем темам. Продолжение следует...